Украина вернула из оккупации еще шестерых детей. Украине вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще шестерых детей, трое из них – полусироты, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграмм руководителя благотворительной организации САВИ Юкрин Николая Кулебы, в эти выходные наша команда помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям. Отец многодетной семьи на глазах у своих троих детей погиб от российского снаряда, который попал во двор семьи. «Дети до сих пор не верят, что папы уже нет», – написал Кулеба, по его словам, дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные избивали и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать, но избиением все не закончилось, россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно. К счастью, эти семьи нашли наши контакты и обратились за помощью. Сейчас они уже в безопасности. И взрослые, и дети невероятно радуются, что, наконец, они под украинским флагом, – добавил руководитель Сави Юкрин, – депортация и возвращение украинских детей. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой и Беловой. В то же время Украине удается возвращать детей домой. В частности, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей. Недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями, а 2 июня в Николаевскую область вернулись пять детей-сирот, которых россияне незаконно депортировали из Украины еще в 2022 году. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.